Наибуйнейшая музейная установка света на минулый мтд запросили аматорам мастерства, на что годовую международную акцию «Нож музею». В нашем регионе ей подтримали каля 30 установку культуры. У Гомеля акция была различена на некольки джон. Как принимал своих ночных наведывальников Палац Румянцевых и Паскевичев, расскажет наш корреспондент Вероника Ворошилина. Всю летнюю ночь музею для Палац Румянцевых и Паскевичев стала 10-й юбилейная тому святочную программу под названием «Не только классика», а тут рахтовали с особливым почутцем. На этот раз вы решили крыху заблытать и тем самым еще больше разить своих ночных наведывальников, погрузить их в атмосферу полной культурной эклектики. В зале урочистых приемов разгорнулся масштабный салон пригаживости, где можно было примерить на себе образы вядомых исторических особ. Тут же, спад пензля молодых мастаков, каждый мог отримать властный портрет на память. У колонной зале 19-го стагодя ладилися фламинка и сальса, национальные белорусские танцы, сучасные хорографичные номары. Безумовно, в этот вечер тут так само пановала атмосфера аристократичной роскоши и добрых манер, у лепших традициях дворанских балев. Уси жадающие могли первого особица у дамы-кавалеров минулой эпохи. У палаца Румянцевых и Паскевича, у подобной традиции, под мероприемства были заденешены усе залы. Гостям пропоновали доведаться про человеческие якости, соправданные подшути и семейные взаимодносины опушнях российского императора Миколая II. На выставе «Венцоносная семья. Шлях любови». Убашить шедевры белорусского икона 517-го, 1-й половы, 19-го стагоди, який уходят в золотый фонд нашего национального сдобытку. А кроме интересных экспозиций, тут проводились рухомые гульные конкурсы, ладились опознавальные майстер-классы, яскравые концертные и театрализованные программы. Я вижу, что людям это интересно, и мы попали в точку. Мы постарались подобрать программу таким образом, чтобы это было интересно любому зрителю, и маленькому, и постарше, и семейным парам. И хочу сказать, что в конце мы сделаем такое фееричное шоу на пандусе, барабанное шоу от Александра Софикс. И все это будет под огромный, очень красивый свет, фейерверк. Соправдная резиночка селит не ночью музеев шоу о жившем скульпторе, которые не высошли с фасада Палац Румянцевых и Паскевичев. Программа не только классика, отрималась и, собственно, масштабной, видовищной и запоминальной. Кожный гость смог стать богатей у ведах и уражениях. Зашли буквально недавно, но уже от увиденного в начале впечатления сложились хорошие. Пойдем сейчас дальше осматривать. Пришла сюда, здесь оказалось, можно и прическу, и макияж навести бесплатно. Мне понравились живые статуи. Вот это было очень хорошо, очень красиво. Я увидела маленькие деревцы Банзай, они мне очень понравились. Там Савод рассказал, откуда, нисколько им лет, очень было интересно. Ну и мне прически нравятся, стоим в очереди. В колонном зале очень красиво танцевали бальные танцы. На втором этаже мы участвовали в исторических викторинах. Мы узнали наши имена на японском, очень интересненько. Я пришла во дворец со своей семьей, мне здесь сделали прическу, а сейчас рисую портрет. Мне понравилась прическа и думаю, что мой портрет тоже будет красивым. Здесь я первый раз, хоть уже давно живу в Гомеле, но первый раз. Очень нравится, мы пойдем смотреть дальше.